В эфире итоговый выпуск программы Букинформ. Я, Павел Белявский, корреспондент информационного отдела, расскажут о том, какими событиями была отмечена прошедшая рабочая неделя. Что интересного нового произошло в городе Бресте? Информационных поводов было достаточно много, а потому выпуск будет многоплановым, насыщенным и, как мне кажется, достаточно интересным. Сегодня в выпуске. Брестская китайская перезагрузка. Двусторонние отношения выходят на новый уровень. Туристический Брест готов к приему гостей из Поднебесной. Тысячелетие областного центра не за горами. Анализ ситуации на главных стройках Бреста, западном обходе и Кобринском путепроводе. Основа и венец нашей веры – воскресение Христово. Православные христиане готовятся к празднованию Пасхи. Главное в ожидании праздника – подготовить душу, дать мыслям особый настрой, чтобы соборно всем миром встретить светлое воскресение добрыми делами. Об этом и не только подробнее. В последние несколько лет Беларусь активно развивает отношения с Китайской Народной Республикой. Это подтверждают и многочисленные контракты между предприятиями и бизнес-структурами, активное экономическое взаимодействие, дружественные связи в образовании и культуре. Во многом такое сотрудничество подогрело интерес китайцев к Беларуси, ее духовному и историческому наследию. Все чаще в городе можно встретить туристов из Поднебесной. Понимая этот процесс, представители вертикали власти, специалисты в сфере туризма и коммуникации стали больше внедрять нового в городскую инфраструктуру, развивая ее и аккумулируя в зависимости от потребностей приезжающих. Наш корреспондент Анастасия Ноздрин-Плотницкая проанализировала самые интересные аспекты и готова поделиться самыми необычными и впечатляющими. Белорусский Брест для жителей многих стран город известный. Здесь проходит условная граница между Западом и Востоком. Не зря областной центр часто называют местом пересечения разных традиций и культур. Во многом город выполняет транзитную функцию, а потому здесь часто останавливаются, чтобы отдохнуть и насладиться известным белорусским гостеприимством. Театр начинается с вешалки, а вот путешествие с организацией проживания. Особенно характерно это для китайских туристов, говорят в администрации гостиницы Веста. Здесь часто останавливаются представители бизнес-делегаций, для которых в организации визита должно быть соблюдено правило 4П – комфортное проживание, сбалансированное питание, место проведения переговоров и показа интересующих объектов. Прием китайских делегаций и гостей сопряжен с тем, что они сами по себе очень хорошие психологи. И они чувствуют атмосферу в предприятии в целом, и они очень тонко чувствуют профессионализм сотрудников, начиная от входа в холл и кончая, допустим, питанием и многими другими моментами. Китайский турист – тонкий психолог. Он ценит профессионализм в обслуживании. Поэтому уютные номера грамотно обставлены, каждый отличается цветовой гаммой и мебельным наполнением. Особенно трепетно относятся гости из Поднебесной к питанию. Не зря в качестве приветствия они употребляют фразу со значением «сет ли ты сегодня?». Обязательный атрибут на столе – чай. Порции небольшие, однако ассортимент должен быть внушительным. И это только ряд рекомендаций, которые используют специалисты Весты. Они предпочтение, естественно, уделяют. Это свинина, говядина, баранина, морепродукты, свежие овощи, либо минимальная термическая обработка. Хороший чай. Практически не употребляют соль и сахар. Если брать чай, то они добавляют различные сухофрукты, различные сегменты сушеных цветов, каких-то трав. Активно совершенствуется городская инфраструктура. На важных объектах появляются QR-коды. Указатели на вокзале стали дублировать на китайском, что также актуально и для отдельных банкоматов. Теперь снять средства здесь можно, выбрав для набора опций и иероглифы. И это только часть большой работы. Мы промониторили социальные сети европейского и азиатского направления. Если вся Европа на данный момент пользуется такими социальными сетями, как Facebook и Twitter, то китайское направление – это социальная сеть Q-Zone. Большая трудность возникает в том, что именно Q-Zone – это социальная сеть, которая ведется чисто на китайском языке. И даже Google-переводчики их не переводят. Поэтому у нас сейчас возникает потребность именно в переводчиках китайского языка, в чем нам очень хорошо помогает Бюро переводов Брест Интуриста. Кроме того, рассматриваем вопрос совместно с Управлением спорта о том, чтобы заключить договора с Белгоспромбанком по поводу введения возможности оплаты чайной Unipay. Приезжают в Брест представители Китайской народной республики и для обучения. Лин Джи Тао и Хуан Цэ получают профессию экономистов. За первых два года они изучили русский язык, что для них открывает в Китае новые возможности. Сегодня ребята с удовольствием налаживают контакты с белорусскими студентами и преподавателями, которые, по их мнению, очень дружелюбные. Все преподаватели хорошие, часто помогают мне уметь учиться. Если есть вопросы, они могут помогать мне. Я сейчас с белорусской девушкой жить в общине. И два дня назад я была в ее дома. Очень классно было. Очень нравится, что такое ее семья. И погуляла, и дедушка такой дома. Открывают для себя Китай и белорусские студенты. Активно развиваются интересные совместные программы. Таким образом, шаг за шагом, отношения между белорусами и китайцами развиваются и за счет точечных контактов. А потому есть все шансы говорить, что вскоре диалог перейдет на новую ступень своего развития. Вы смотрите итоги недели на БукТВ. Продолжаем выпуск. Футбольная инфраструктура в центре внимания. В преддверии долгожданного миллениума Брест и его спортсмены готовятся к открытию уникального и особенного объекта – крытого футбольного манежа. Новый спортивный комплекс разместится в заречной части города, в районе улицы Луцкой. Средства на строительство выделены из городского бюджета, а также Ассоциации Белорусской Федерации Футбола. Виктория Саченко понаблюдала за ходом возведения сооружения. Как идут работы на главной спортивной стройке областного центра, расскажем прямо сейчас. Возведение футбольного крытого манежа в заречной части Бреста движется грандиозными темпами. Здание буквально растет на глазах. Такие стремительные темпы неудивительны. Сдать объект строители планируют уже осенью этого года. Уникальность комплекса – воздухоопорные конструкции. Форма купола, венчающее здание, позволит создать определенный температурный режим, оптимальный для занятий футболом. Конструктив воздухоопорного сооружения – 118 метров на 82. Там будет предусмотрена пешеходная дорожка, скажем так, стандартное футбольное поле. Они будут заниматься в теплоте, при свете, что, я думаю, будет позволять им поддерживать, так сказать, форму. Новую спортплощадку оснастят стандартным полем с искусственным газоном и административно-бытовым корпусом, который будет включать в себя шесть раздевалок, тренажерный зал, зону отдыха, тренерские и инвентарные комнаты, учебно-методический кабинет. Появление на карте Бреста новое, строящееся по последнему услугу техники арены, обусловлено рядом причин. Главное – обеспечение организации беспрерывного, круглогодичного тренировочного процесса. В связи с тем, что он будет относиться к Центру Олимпийского резерва по футболу, и там будут заниматься дети, которые тренируются в Центре Олимпийского резерва. Это будут малыши от шести лет и, заканчивая, скажем так, выпускниками школы до восемнадцати. Основное направление – это тренировочный процесс Центра Олимпийского резерва. Но, кроме того, мы планируем там проводить зимние турниры. По связи с тем, что в Брестской области у нас футбольный манеж есть только в городе Пинске, и он очень востребован в зимний период для проведения турниров. Я думаю, в городе Бресте он будет также востребован для того, чтобы можно было бы проводить там турниры. Размеры манежа впечатляют – 118 на 82 метра. Здесь смогут одновременно тренироваться несколько команд. Можно проводить тренировочный процесс. Если считать с расчетом малышей, чьи 60 лет, это может заниматься сразу одновременно четыре команды. А если с учетом того, что взрослые, то одна-две команды. Развитие спорта в Беларуси – одно из приоритетных направлений государственной политики. Популяризация футбола – задача номер один Ассоциации Белорусской Федерации Футбола. Открытие манежа в Бресте утверждено программой по строительству крытых манежей. Такие современные арены вскоре появятся в каждом областном центре Беларуси. Круглый год здесь можно будет тренироваться и проводить соревнования самого разного уровня. Сдача объекта планируется на октябрь 2018. Это значит, что следующая футбольная зима для спортсменов будет максимально комфортной, без дождей и вязких заснеженных полей. Виктория Саченко, Андрей Щерб, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ. Теплая весенняя погода внесла оживление в деятельность строителей. Активными темпами возводятся объекты в рамках подготовки к тысячелетию. В частности, Западный обход и Кобринский путепровод. Сегодня этим объектам инфраструктуры уделено особое внимание. Еженедельно проходят планерки с участием всех занятых в строительстве организаций, а также представителей вертикали власти. На одной из последних побывала и наш корреспондент Анастасия Ноздрин-Плотницкая. Кобринский путепровод – одна из главных городских артерий – меняется буквально на глазах. Уже сегодня с одной стороны направление движения улицы Московская, проспект Машарова, можно увидеть очертания обновленного объекта. Подготовительный процесс, вынос коммуникаций строители завершили на месяц раньше. Однако прохладный март все же скорректировал график. Отдельные работы пришлось отложить. На сегодняшний день, я считаю, событие произошло знаковое для этого объекта, что мы в марте месяце выполнили перекрытие пролета 3-4, которое связано непосредственно с железной дорогой. Это самый ответственный пролет на этом путепроводе, потому что следующие пролеты монтируются без условий, связанных с железнодорожным транспортом. Объект не закрыт полностью, поэтому позиция каждого участника дорожного движения учитывается в отдельности. Монтаж балок в соответствии с расписанием поездов, курсирующих под путепроводом. Закрытие полос не в часы пик. Работы ведутся параллельно в нескольких участках. На спуске укатывается асфальт, на мосту идет монтаж связующих элементов, чуть ниже продолжается утрамбовка и подсыпание грунта, отделка пешеходного перехода. Мы будем иметь на выходе два путепровода. Один путепровод будет в одно направление и иметь три полосы движения. Второй путепровод будет строиться на месте существующего путепровода, который разбирается. После того, как будет сброс движения, новый путепровод. Там также будут три полосы движения в другое направление. Безусловно, это безопасность, безусловно, это повышение пропускной способности и избежание тех неприятных моментов, которые были связаны с движением по путепроводу, которому более 40 лет. Работы ведутся с некоторым опережением, что дает основания говорить о том, что намеченные сроки будут выполнены. В целом, эта тенденция актуальна для многих строящихся объектов, а их действительно немало. Мы в этом году будем иметь в одной объект, первый пусковой комплекс Кобринского моста, путепровода, Зарю сдаем и налоговую сдаем. По этому году еще станцию скорой медицинской помощи на Суворово возле Свято-Торова нас сдаем в июле. Там работы, так сказать, на самом пике. Плюс сдаем пристройку приемному отделению станции скорой медицинской помощи. Там тоже уже и кран башенный убрали, уже вступает в фазу отделочных работ строителей. На западном обходе работы также продолжаются, особенно в районе улиц Матросова и Поплавского. Трудятся строители над возведением кольца. Участки поделены между бригадами. Работа на каждом находится под особым контролем. Уже начали улицу Матросова, часть сделали, уже в бордюре у нас стоит. Тема на летние участки на кольце в будущем уже два забетонированы, уже хорошо. Сейчас будем переходить к следующему этапу. Плюс смотрим варианты по строительству этих временных, так называемых, дорог, чтобы городской транспорт ездить. Потому что планируем уже, наверное, в мае брестских дивизий закрыть, чтобы можно было делать подъем туда, на путепровод, на кольцо. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Денис Величкович, Антон Луговки, специально для итоговой программы. В продолжении темы. Апрель месяц порядком, точнее его наведения. Уборки и благоустройство территории проходят практически повсеместно. В полной боевой коммунальные службы города. Не отстают и жители. Немало из того, что успело скопиться за осень и зиму во дворах, в кладовых, гаражах, на балконах и лоджиях, уже непригодно к использованию. Помочь утилизировать ненужный запас стекла, ветоши, макулатуры и даже старой бытовой техники готов Брестский мусороперерабатывающий завод. В рамках проведения месячника благоустройства предприятие организовало специальную акцию. Подробности далее. Ветош, стеклобой, макулатуру, бытовую технику, полиэтиленовую пленку, пластиковые бутылки и многие другие отслужившие срок вещи сдать в приемный пункт Брестского мусороперерабатывающего завода можно ежедневно. С 8 утра и до 8 вечера без выходных здесь приходят на помощь тем, кто решил избавиться от ставшего ненужным движимого имущества. Специалисты отмечают, особое оживление происходит в весенний период. Сезонность есть, скорее всего, чем нет, потому что зимой, в зависимости от погоды, люди меньше идут. По весне, как правило, начинаются уборки и прочее, тогда больше приходят. Макулатуры, стеклобоя больше привозят, аппаратуры старые свои бытовые люди привозят. К слову, принимают вторсырье не бесплатно, в том смысле, что еще и денег заплатят, согласно преискуранту, тому, кто его привез. Или на выбор погасят часть счета за коммунальные услуги. К примеру, житель Бреста Сергей приезжает сюда не первый раз. С приходом весны мужчина решил навести порядок на участке и в лесополосе по соседству. Говорит, когда чисто вокруг и жить легче. Не будут лишними и вырученные деньги. Я сколько раз уже привозил всегда. С утра, с восьми открываются, принимают. Никаких проблем. И все, деньги сразу рассчитываются. Пункты приема работают в городе Надбугом по двум адресам. Переулок городской 5 и улица генерала Тимофеева, 29А. Однако в апреле совсем не обязательно куда-то ехать. На протяжении месяца мусороперерабатывающий завод проводит акцию. По городу и району будет курсировать специальная машина – передвижной пункт приема. О ее появлении в вашем дворе специалисты предупредят заранее. На подъезду будут висеть яркие объявления, на которых будет указана дата и время приезда передвижного приемного пункта, для того, чтобы жители могли воспользоваться и сдать вторичные материальные ресурсы за вознаграждение. Кстати, очевидный разгрузочный эффект для дома, помощь экологии и денежное вознаграждение – это не все плюсы акции. Бонус – участие в специальном конкурсе. Территория, жители которой проявят наибольшую активность, может стать его победителем. Победителем прошлогодней акции по городу Бресту стало товарищество собственников Гоголя 87. Поэтому на прилегающей территории к этому товариществу собственников установлены контейнеры для раздельного сбора коммунальных отходов. Это контейнер для стекла, контейнер для бумаги и контейнер для пластика. Данная акция проводилась как в городе, так и в Брестском районе. В городе Бресте победило товарищество собственников Гоголя 87, а в районе – это Чернавчевский сельсийский совет. Анастасия Стропко, Эдуард Бакунович, Андрей Ищерба, Антон Луковкин. Телекомпания Бук-ТВ. А сейчас о других событиях и мероприятиях. Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма отмечается по решению Организации Объединенных Наций 2 апреля. Но специалисты, которые работают над вопросами помощи больным аутизмом и родители, чьи дети живут с этой болезнью, знают – один день проблем не решит. Только системный подход и заинтересованность всех структур способны пробить лед непонимания со стороны общества к особенным детям. И это касается не только детей с заболеваниями аутистического спектра. Четверть века в Бресте особенным детям и их родителям помогают сотрудники областного центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Наш корреспондент Ирина Ольшова узнала, чем сегодня живет центр и как помочь детям с особенностями развития, чтобы диагноз не стал пожизненным приговором. Областной центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации известен далеко за пределами Бреста. Коллектив небольшой – 17 человек, из которых 11 – дефектологи, психологи и социальные педагоги. Именно они занимаются обучением, коррекцией и реабилитацией детей с особенностями развития. А еще проводят выездные консультации во время психолого-медико-педагогических комиссий в районных коррекционных центрах. К нам из районов обращаются в том случае, если, может быть, возникает недопонимание, либо родители хотели бы услышать заключение специалистов областного уровня. Поэтому мы очень ответственно подходим и относимся к заседанию наших комиссий. Я бы сказала, даже очень трепетно, потому что мы понимаем, что многим родителям заключение областного центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации является неким вердиктом. В центре, как в любом учреждении образования, есть хоть и маленький, но учебный год. С октября по апрель два раза в неделю сюда приходят заниматься дети, которым в детских садах относятся с опаской и настороженностью. В центре же их любят. Им развивают речь и обучают говорить, корректируют поведение, прививают усидчивость. А еще помогают родителям жить по-новому. Особенный ребенок требует особенного отношения. Я особенно люблю использовать нетрадиционное оборудование. Много разных пособий, которые я делаю своими руками. Поэтому на пустом месте у меня появляются новые пособия, и детей всегда это заинтересовывает. Каждое занятие – это, наверное, какой-то сюжет всегда у меня. Мы куда-то отправляемся путешествовать, мы придумываем какую-то сказку. И естественно, что родители, глядя на все это, они тоже говорят, нам интересно, мы дома тоже точно так же будем играть. Поэтому мои родители, они просто универсальные. Я всегда говорю, самые лучшие родители у меня, потому что обратная связь сразу видна. Дети, которые приходят неговорящие, они через год начинают говорить. Особый контингент для специалистов центра – дети с нарушениями аутистического спектра. Для работы с ними специалисты применяют оригинальные методики и новейшие разработки. Задача – показать родителям программу помощи, а детей научить общаться с окружающим миром. Объединить людей, ну в том, что они там стали понимать людей с аутизмом, наверное, такая очень сложная задача. Мне кажется, это еще задача не для нашего сегодняшнего общества. Но принятие, мне кажется, со временем, ну как-то развивается. И мне кажется, что вот даже в детских садах и в школах педагоги стали более принимающими по отношению к таким людям. Очень важно не ранить родителей каким-то, может быть, с нашей точки зрения профессиональным термином для родителя будет это не совсем понятно. Поэтому мы тщательно подбираем слова, выражения и, конечно же, на очень доверительном отношении работаем с родителями. Сегодня центр обладает не только профессионально подготовленным коллективом, но и хорошей материально-технической базой. Благодаря спонсорской помощи здесь создан второй в Беларуси диагностический кабинет, оснащенный зеркалом Гизеля и возможностью непрерывной видеосъемки. Это создает комфортные условия для ребенка во время работы медико-педагогической комиссии. Работают в центре и над внедрением системы тьютеров – воспитателей, сопровождающих ребенка в инклюзивном обучении. У нас в белорусском законодательстве появилась возможность введения сопровождающих в школе. Но у нас их считанные единицы в области. И, конечно же, нужно озвучивать эту проблему, нужно показывать, что ее нужно решать сообща. В год в центре получают стационарную психолого-педагогическую помощь 45 маленьких горожан. Консультативную – сотни детей и их родителей. Параллельно здесь занимаются методической поддержкой педагогов области. Как итог – частичная или полная реабилитация ребенка, его адаптация к окружающему миру и теплые слова благодарности от родителей. Я считаю, что тут очень хорошие специалисты. Я вожусь к своей дочке, ей это очень нравится. Прогресс на лицо. Ну, что еще сказать. Ну, тут отдают человеку все, что можно. Они занимаются, показывают, рассказывают. Ну, я и сразу, вот дочка походила сюда вместе, сразу видно, что у нее речь лучше, сразу стало. У нас он не разговаривал. Как бы сейчас он начал разговаривать. Более ответственный стал такой, послушный. Ну, совсем другой ребенок, как говорится. Для каждого из родителей его ребенок особенный. А это значит, что интеграция и инклюзия сегодня приобретают особую социальную и этическую ценность. И специалисты центра готовы делиться знаниями и помогать детям, родителям, обществу. Ирина Ольшова, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин. Специально для итогового выпуска Бокинформ. У православных верующих завершается страстная неделя. Суббота – день, одновременно наполненный скорбью, ведь Иисус Христос уже покинул земной мир и радостью, потому что вот-вот наступит воскресение Христова. А еще суббота – это день освящения куличей и пасхальной снеди, а также самый строгий день поста. В нынешнем году Великая Суббота совпала с большим праздником – Благовещением. Поэтому службы в церквях и соборах отличаются не только особой атмосферой, но и самим содержанием. В кафедральном Свято-Симеоновском соборе Божественную Литургию возглавил архиепископ Брестский и Кобринский Иоанн. Сегодня у православных христиан страстная суббота, которую еще называют Великой. Этот день, особенный для каждого верующего человека, предшествует светлому празднику Пасхи. С одной стороны, Великая Суббота наполнена скорбью, Иисус уже покинул земной мир. А с другой – православные наполняются радостью в ожидании светлого Христового воскресения. Поэтому в этот день стоит задуматься о своем прошлом и будущем, переосмыслить жизненные приоритеты и ценности, попросить прощения у Бога, а также у всех близких и друзей. И чтобы воскресал как можно чаще в нашем сердце, а то и никогда не уходил бы из нашего сердца, а значит, мы жили бы по Его святой воле. Аминь. В нынешнем году в православном календаре Благовещенский праздник совпадает со Страстной Субботой. На утренней службе прошло соединение текстов молитв. К богослужению Великой Субботы добавились праздничные песнопения в честь Благовещения. Но поскольку Страстная Суббота имеет главенствующее значение, послабления в посте, который обычно допускается на праздник Благовещения, не было. В Великую Субботу православные христиане пришли в храм за верой и спасением. Какая-то вот вера в будущее, светлая для детей, для нас, для молодых. И ощущение бодрости, надежды, такого духа сильного. Радость и желание, чтобы еще дождаться следующего года. Так что вот, в общем, все в настроении. И я вообще, как говорится, старый человек, но я желаю всем, чтобы все дожили до такого времени и всегда чувствовали эту Пасху. Это радость. Пожелаем Борисчанам здоровья, благополучия, удачи. И чтобы в душе был мир и покой. И чтобы душа была духовной. Не оскорблять, не унижать, а любить каждого человека. По окончании Божественной Литургии верующие осветили куличи и пасхальную снедь. Главным атрибутом на праздничном столе станут пасхальные яйца, символ новой жизни. Они напоминают о значимом событии – воскресении Христа. В смерти нет. Оказывается, нет и никогда и не будет больше. Мы в этом уверены, потому что мы молимся. И не только молимся, мы над собой работаем. Мы стараемся, как только в силах наших человеческих, конечно, с помощью Господа нашего, Иисуса Христа, стать лучше, стать чище, стать добрее. Мы хотим просто быть такими, какими хочет видеть нас наш Господь, наш Спаситель. Мы хотим быть достойными. Я уверена, что у нас получится. Пасха была и остается самым важным и любимым праздником у православных христиан. И ожидание чуда в эти светлые дни объединяет нас всех. Я благодарю за возможность обратиться к пастве православным людям, да и всем добрым людям в эти светлые дни, в дни Пасхи Христовой, когда, да, действительно, мы готовились на протяжении всего поста, Великого поста. Я очень верю, что люди изменились к лучшему за это время, стали чище, стали добрее, стали терпеливее, стали мудрее в жизни. Потому что Великий пост – это время нашего духовного совершенствования, нашей духовной, можно сказать так, учебы. Конечно, самое главное – нашей духовной подготовки к празднику, праздников, празднику Воскресения нашего Спасителя. Это великий, радостный праздник. Мало того, этот праздник, он повторяется каждую неделю, потому что Воскресение – это Малая Пасха. Но, конечно, один раз в год – это великий праздник. Чего мы должны ожидать? Конечно, благословение Божие. Но самое главное – мы должны ожидать это Воскресение Христа в наших сердцах. Если Господь воскреснет в нашем сердце, то человек тогда будет исполнять свою миссию здесь, на земле, правильно. Он будет идти по жизни правильно. Он будет делать те поступки, которые так нужны, так необходимы окружающим его и, конечно, ему самому. Поэтому я поздравляю, дорогие отцы, братья и сестры, всех вас с этим радостным праздником. Я желаю вам света, доброго настроения, света духовного, духовной бодрости, конечно, доброго здоровья и терпения. Терпения, чтобы мы мудро поступали в нашей жизни. Я желаю, чтобы Воскресший Господь поселил с собой в сердце каждого из нас, управлял бы нами. И тогда и мы, наши семьи, наше общество, наше Отечество будет в доброй безопасности, потому что Господь с нами. А если Господь с нами, то кто против нас? С праздником Пасхи! Милость Божия да будет со всеми вами. С праздником! Уважаемые телезрители, брещане, редакция телекомпании Бук-ТВ присоединяется ко всем поздравлениям. Мы поздравляем вас со светлым праздником Пасхи. Пусть дома ваши наполнятся теплом и уютом, жизнь любовью и счастьем, а близкие всегда будут здоровы. Пускай ваша жизнь будет именно такой, какой вы хотите ее видеть. А разочарования станут лишь ступенью к прекрасному будущему. Прислушайтесь сердцем к звону колоколов в этот день. Впустите его в душу, чтобы он откликнулся эхом и принес счастье и благодать. Желаем, чтобы светлый пасхальный праздник принес только хорошее, доброе, нежное. Будьте верны друзьям, родителям, дому, сердцу, слову и любви. С праздником! Выпуск провел Павел Белявский. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин